Коллеги, рядом со мной Леонид Литвин, это спикер нашей сегодняшней деловой сессии. Здравствуйте! Добрый день! Очень интересно, какие сегодня вопросы поднимались на нашей деловой сессии. Ой, на самом деле, сегодня было очень интересно. Мы обсуждали вопросы, которые связаны с проблемами ресторанов с поставщиками и проблемы поставщиков, которые возникают с ресторанами. То есть, это такой вот диалог ресторанов и поставщиков. И рассказывали про свои боли, рассказывали про то, что нас волнует. И с чем мы хотели бы бороться совместно с государством, сами. И, соответственно, к чему мы хотели бы прийти в итоге. Скажите, насколько проблема жаркая? Были ли сегодня такие жаркие споры? Или все, в принципе, понимают боли друг друга и говорят примерно на одном языке? На самом деле, было достаточно жарко и интересно. Споров, как таковых, не было, потому что мы все как бы на одной стороне баррикад. Мы все говорим о своих проблемах. А мне, как представителю компании PrimeBee, вообще было очень интересно, поскольку мы и занимаемся производством говядины, и поставляем ее в рестораны. И у нас есть свои рестораны. То есть, мы как бы с обоих сторон баррикад. И у нас есть и там проблемы, и там проблемы, о которых мы, естественно, рассказали. Расскажите, эти проблемы, они решаемы прямо в ближайшей перспективе, или все-таки вы наметили какой-то ход, алгоритм движения на годы вперед? Это нерешаемо вот так вот с наскока, это 100%. Это комплексная большая работа, это работа не только представителей бизнеса, но это и представителей власти. И это все должно быть совместно. Но диалог есть, нас слышат, изменения происходят постоянно, в лучшую сторону. И я более чем уверен, что если будут проходить такие встречи, если мы будем встречаться, если мы будем открыто говорить, рассказывать потребителю о том, какие у нас есть вопросы и проблемы, мы точно все решим. Очень хорошо, может быть, вдруг вам запомнился какой-то яркий момент вашей бизнес-сессии? Может, хотели бы поделиться? Яркий момент, но мне больше всего запомнился, но я извиняюсь, мероприятие было серьезное, но после мероприятия, соответственно, гостям приглашали задать вопросы, вот, и молодой человек в зале, он действительно был обеспокоен этической стороной названий блюд в меню и спрашивал, нормально ли называть коктейли с Хиросимой, Б-52, Б-53. Его это волновало. Мы ему ответили, что, как бы, это этика, за ней никто не следит, и каждый выбирает по-своему. Но сам вот этот вот контраст того, что мы здесь обсуждаем проблемы поставок, а человека действительно волнует название коктейлей. На контрасте это было прям, ну, очень как-то мило, душевно и неожиданно. Человек нашел проблему секс на пляже, кровавые мэрии, это срочно нужно запретить, я согласен. Здесь мы голосуем, как бы, рублем, на самом деле, и вы можете это покупать, вы можете это не покупать, вы можете ходить в рестораны, в которых есть какие-то, возможно, там, гомофобные или сексистские вещи, вы можете в них не ходить, поэтому призываю всех, соответственно, выбирать с умом рестораны, куда вы ходите. Приходите в прайм-бифы? У нас нету B-52, у нас нету Хиросимы, точно не появится. Вот, приходите в гости. Спасибо большое. Спасибо.